Отец для девушки, для девочки это очень важно, реально. А я прихожу, и я понимаю, что у меня нет никаких традиций. Я не знаю, что такое, например, собираться дома каждый раз, что-то готовить вместе. То есть у меня такого не было, и для меня это дико. Очень часто в детстве мне говорили, да вот у тебя папа алкоголик, да вот из неблагополучной семьи ты ничего не добьешься. У каждого человека есть слабые места, на котором можно надавить и как бы застать человека врасплох, так сказать. Самое главное — это желание и стремление. Если у тебя есть желание, ты можешь добиться всего, что ты хочешь. Всем привет, меня зовут Алла, и я здесь для проекта «Вместе». У меня было довольно трудное детство, но моментами счастливое. Я родилась в маленьком городе, город Иваново, может, вы знаете. Это город невест. И прожила там достаточно долго, до 18 лет. И, наверное, какие-то счастливые моменты из детства я так не вспомню, потому что у меня развились родители, когда мне было 5 лет. И, наверное, это была такая самая большая для меня трагедия, которая потом в дальнейшем нанесла мне кучу комплексов, травм. И до сих пор я с ними работаю. Помню, я была маленькая, мне было где-то 4-5 лет. Я, по-моему, сидела на полу, и мама мне приходит в комнату и говорит, «Алла, нам нужно собрать вещи и переехать в другую квартиру». Я говорю, ну как? Я начинаю плакать. Естественно, я ничего не понимаю. И сажусь, просто вот так вот, хватаясь за голову и думаю, что в этом я виновата. Начинаю себя винить, потому что, ну, вспоминаю какие-то отрывки, когда они ругались. И почему-то мне казалось, что в этом виновата я. Я не знаю, почему. Вот. И мама говорит, все, мы уезжаем, собираем вещи. И мы уехали и как бы стали жить вдвоем. Вот. У меня папа страдает алкоголизмом. И я ему пытаюсь в этом помочь, но вот прям никак не получается, но как бы я на пути к этому. Я ему нашла уже дорогую, хорошую клинику, хочу ему помочь, все оплатить. Но он сопротивляется, я не знаю, как бы насильно я не могу. Я такой человек, что я не могу принужденно заставить человека там делать то, что он не хочет. Ну вот. И очень часто в детстве мне говорили, да вот, у тебя папа алкоголик, да вот, из неблагополучной семьи ты ничего не добьешься. Там, ну, короче, вот меня это прям задевало, скажу честно. Тяжело, потому что у меня был рядом отца. Да, а как мы знаем, что отец для девушки, для девочки это очень важно реально. И если девочка растет без отца, она совершенно другой человек, если бы она росла с отцом. То есть она вырастает, ну, какие-то, возможно, есть свои плюсы, то, что там ты более самостоятельная, ты как бы хочешь больше там работать, построить карьеру, потому что хочешь, опять же, возможно, сильнее любишь, не знаю. В общем, возможно, есть какие-то плюсы, я просто во всем пытаюсь найти плюсы. Вот. Но минусов намного больше, и это отразилось на мне во взрослой жизни уже. Когда ты растешь без отца, ты не знаешь, что такое даже заботиться о мужчине. И когда ты начинаешь уже встречаться с мужчиной, там, во взрослой жизни, например, в 20 лет, ты понимаешь то, что ты даже не знаешь, как о нем правильно заботиться, как с ним взаимодействовать. Потому что у тебя не было такого, у тебя мама не показала, как вообще заботиться о мужчине, как с ним, ну, контактировать, чтобы построить счастливую, прочную семью. Вот. Наверное, это самый глобальный минус, я так считаю. У меня было такое, что я встречалась с парнем, и как бы он из полной семьи, у него хорошая семья, где, там, например, свои традиции, свои какие-то правила. А я прихожу, и я понимаю, что у меня нет никаких традиций, я не знаю, что такое, там, например, собираться дома каждый раз, там, что-то готовить вместе. То есть у меня такого не было, и для меня это дико. Я думаю, блин, это прикольно, но у меня из-за того, что у меня такого не было, поэтому мне кажется, что это такое необычное, что ты думаешь, так должно быть или не должно быть, вроде как тебе это нравится, но из-за того, что у тебя такого не было, ты начинаешь закрываться, бояться вообще вот семьи. То есть ты начинаешь бояться создавать семью, потому что для тебя это что-то новое. А люди, как правило, боятся всегда каких-то изменений, выходить из зоны комфорта, то есть своего состояния, то есть вот мы как бы закрылись в таком панцире, и в нем находимся, и как бы в этом, да, были проблемы. Но есть просто люди, которые это маскируют, они достаточно сильные личности, они могут это маскировать, это состояние неуверенности, но я могу сказать, что комплексы, я думаю, что есть у большинства людей, и я еще не встречала человека без комплексов. То есть они, да, они рождаются с детства, и они идут с тобой во взрослую жизнь, и ты даже во взрослую жизнь не всегда можешь распознать комплексы, это или просто ты себе что-то там придумал, надумал, вот. Но все красивые, успешные девушки и вообще люди, у них есть свои комплексы, просто они, скорее всего, про них не говорят, вот. Либо они их проработали или работают над ними, и просто не хотят, чтобы чужие другие люди, как бы, давили на эти комплексы, потому что мы, у каждого человека есть слабые места, на котором можно надавить и, как бы, застать человека врасплох, так сказать. Для меня, наверное, это семья. Все-таки это семья, потому что все идет от семьи, из детства, и меня можно задеть, сказать, что вот ты там из неблагополучной семьи неполной, меня это заденет. То есть я, возможно, не подам виду, но в душе меня это тронет. Конечно, это для меня была большая мотивация, что я из такой семьи, я думала, что вот я вырасту, и у меня все будет по-другому. Я вот докажу самой себе, что я могу, и что на самом деле самое главное — это желание и стремление. Если у тебя есть желание, ты можешь добиться всего, что ты хочешь, и там помочь потом своим родителям, там закрыть ипотеки, кредиты, то есть ты все можешь, главное просто стремление, вот. Не опускать руки и идти к своим целям, даже если весь мир против тебя. Да, я помню, что в 12 или 13 лет я пошла раздавать листовки за 500 рублей в день, и для меня это были какие-то очень большие деньги. Вот. Еще я занималась спортом с самого детства, я кандидат в мастера спорта по чирлидингу, по художественной гимнастике, и я преподавала детям танцы, чирлидинг, и работала тренером где-то, наверное, за 5000 месяц я тренировала детишек, вот. И, наверное, с этого начал самый путь. Я поняла, что мне настолько нравится что-то делать, что я уже не вижу себя, например, там, которая просто сидит дома и ничего не делает, то есть я прям с детства трудилась, шла к своим целям, у меня была комната, и там, короче, висели картинки с машиной, и там была розовая большая машина. То есть я прям вот, у меня реально были мечты такие, с самого детства я хотела машину, я хотела хороший дом, я хотела там какие-то вещи, то есть, ну, и сейчас это все по-другому, это все перешло, наверное, в какой-то другой уровень, но, да, с детства я мечтала, и меня мотивировало то, что у меня ничего не было. Там все очень сложно, и когда я, получается, сформировалась как подросток, ну, то есть я была подростка, мне было 16 лет, меня позвали в модельное агентство, в Иваново еще на тот момент, и я такая еще думаю, блин, мне так страшно туда идти. В итоге я пришла на кастинг, меня туда взяли, начали съемки, я уже начала сниматься для брендов, получается, моего города, там текстиль, трикотаж, сумки, ручная работа, я помню, я заработала первые свои деньги со съемки, это было в Иваново, по-моему, за два часа мне заплатили 5000 рублей, мне было 16 лет, и для меня тогда это было все. Я такая думаю, я поеду в Москву, я поеду в Китай, я хочу работать моделью. В общем, я начала ставить себе еще больше цели, и ездила по всем городам России, снималась для разных брендов, для Ла Моды, для Филс, для Твое, для Глория Джинс на тот момент, и так вот зарабатывала деньги какие-то со съемок, так же работала еще тренером, подрабатывала, вот, и как бы денег мне хватало. Я скопила какую-то сумму себе, помню, купила айфон сама, вот, мне там папа тоже добавил сколько-то, вот, ну, короче, как-то крутилась-вертелась. А потом, получается, закончила 11 классов, и поступила в Московский университет, и так переехала в Москву. Вот, кстати, у меня в этом плане, я, мне не говорили, как хорошо, как плохо, у меня мама супер добрая, она мне все разрешала, и говорила, лучше там попробуй, ну, как бы, и ты мне об этом скажи, чем ты будешь где-то что-то пробовать, и мне, как бы, об этом не будешь говорить. И я просто сама знала, что хорошо, что плохо, и я настолько все контролировала, все моменты, что если где-то что-то я, ну, вижу сомнительные какие-то действия, я сразу говорю, нет, я туда не поеду, я на эту съемку, как бы, отказываюсь. Были, конечно, такие ситуации, где, ну, красивая девушка, понятное дело, фотографы, там, ну, недомогательство, но что-то в этом роде пыталась, пытались делать, но, как бы, все равно нет. Я сказала, что я поеду, мне не нужно ничего платить, я, как бы, уезжаю, до свидания. И потом, ну, я просто сделала для себя такой вывод, что самое главное, это знать, что ты хочешь, и ставить себя перед людьми так, чтобы тебе, ну, как бы, человек не мог задать какие-то там неловкие вопросы, на какую-то, не знаю, подтолкнуть вещь, там, непристойную. Вот, главное, как ты себя поставишь. Был такой момент, и это момент связан с отношениями, это мои первые серьезные отношения были, там, где мне нанесли серьезную травму, которая, ну, я из нее сделала очень много уроков для себя, и с тех пор я знаю, что нужно обозначать границы и сразу ставить себя с человеком так, чтобы он не мог, как бы, крутить, вертеть тобой, как он хочет. Вот, потому что все люди эгоисты все-таки, и, как бы, если ты будешь слишком наивным, слишком добрым и открытым, это, конечно, хорошо, и на тобой будут пользоваться, и, возможно, что, как бы, тебя смешают с грязью, вот. У меня был молодой человек, он был у меня постарше, и он, как бы, ну, я не знаю, как это правильно объяснить, не очень, так сказать, себя вел со мной, то есть он был старше, он был влиятельнее, он из богатой семьи, и он мне постоянно говорил, да ты никто, ты ничто, ты ничего не добьешься, да у тебя, там, вообще, там, ты просто красивая, ну, в общем, вот такие моменты, и потом, ну, как бы, случилось предательство в конце. Отношения мы с ним были вместе два года, что для меня, как бы, а я очень сильно привязываюсь к людям, то есть, если вдруг я с кем-то общаюсь, то все, это мой человек, я его воспринимаю как родного, близкого, и мне очень тяжело отходить от этого всего было, я прям страдала, вот, и после этого я сделала вывод, что просто сразу нужно себя так ставить в отношениях, чтобы потом тебе не могли там, чтобы другой человек понимал, кого он теряет, не ты страдал, а он тоже, как бы, ему было обидно, что вот у вас это все происходит. Ну, конечно, моя самооценка падала, вот, ну, была заниженная самооценка, я не верила в себя после этого, я долго отходила, потому что этот человек еще поднял на меня руку, и, как бы, я вспоминала отца, понимала, что он тоже поднимал на маму руку, что он ее обзывал, унижал, и, конечно, я не хотела такого, поэтому я себе вообще поставила такие условия, то, что если вдруг человек, там, мой парень, неважно, мой друг, там, как-то меня оскорбит, унизит, поднимет руку, не дай бог, то это табу, все. Я с ним больше не встречаюсь, не общаюсь, и стараюсь подальше, вообще, держаться от таких людей, вот. В общем, это очень сложно сделать, я сама по себе знаю, я была два года в аблюзивных отношениях, и ты созависим от человека, ты зависим от этого состояния, и как человек, то есть, он может тебя обидеть, он может тебя, там, оскорбить, он может предать, то есть, ты думаешь, ты знаешь, что это плохо, но из-за того, что ты привык к такому, и это как наркотики уже, ты от этого не можешь, то есть, тебя подпит, тебе нужно питаться чем-то, то есть, вот этой энергетикой, больной, я называю такие отношения больной, больными отношениями, потому что это действительно так, нормальный, здоровый человек, который уверен в себе, у которого нет комплексов, там, или хотя бы какие-то, да, ну, есть, наверное, ну, или нет, то есть, он не будет давать себя в обиду, и не будет давать себя в абьюзивные отношения, подаваться этому, А человек, который слабый внутри, он созависим, он что-то в детстве недополучил, и он, получается, не может справиться сам с этим. То есть ему постоянно нужно, не знаю, наверное, чтобы его вот так вот тормошили. И только когда человек, не знаю, что-то произойдет, прям серьезно, не знаю, что-то случится, кто-то умрет, не дай бог, человек откажется от тебя в трудный момент, когда тебе было очень плохо. Возможно, только тогда наступает вот это понимание того, что это точно абьюз, и я там больше не хочу быть. Я не хочу быть в таких отношениях, я хочу быть здоровой личностью, но это же тоже все через опыт приходит. И ко мне это тоже пришло через опыт, когда в такой ситуации я оказалась, я поняла, что все, я одна, рядом со мной никого нету, и никого не будет, и мне нужно самой справляться с этой ситуацией, потому что только я могу себя вытащить из этого состояния. Да, мама знает про эти отношения, конечно, вот. И она не в восторге была, она мне говорила, что, Алла, беги, это не твое, ты достойно лучшего, вот. Но, как правило, в детстве ты и вообще в подростковом возрасте у тебя какая-то иллюзия всего, тебе на все пофиг, ты думаешь вообще, как бы, мне о своем, наверное, ну, я думала в моменте о том, что просто мне нужны какие-то эмоции вот получить. И то есть я была из-за того, что зависима от человека, я не знала, как выйти из этого состояния. Да, в тот момент я не работала, мой молодой человек, получается, мне помогал, и когда мы с ним расстались, я была в жесткой депрессии, где-то, наверное, полгода, я просто жила на деньги, которые я складывала, вот. Я каждый день плакала, ничего не ела, я похудела килограммов на 5, а для меня, то есть мой вес максимальный, наверное, был, это 45 или 46 килограмм, то есть я всегда очень худая, и я тогда похудела, весила 38 килограмм, я падала в обморок, я ничего не могла делать, вообще, просто я сидела дома и ревела. На тот момент у меня появился ухажер в университете, я ходила в универ, и там я встретила молодого человека, который мне вообще не нравился, я ничего не хотела, с ним там никакие отношения, но так получилось, что мы начали дружить, и вот попав в его компанию, в его здоровое окружение, я смогла выбраться из этого состояния, ну, не без помощи, вот. Ну, у него была полная семья, он меня сразу же познакомил с родителями, мы начали проводить время, он меня познакомил со своими друзьями, со своей сестрой, и мы все начали общаться, и я поняла, что я не одна, у меня кто-то есть, а для меня было это очень важно, и по сей день важно, и вот так вот я преодолела эти трудности. Потому что это была моя мечта, и это была мечта моего отца, он очень хотел, он сам, у него незакончено высшее образование, и он очень хотел, чтобы я получила этот диплом, и я пошла в университет, и как бы, наверное, потому что хочет отец, но он из-за того, что мне постоянно говорил, вот я хочу, 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 я сама тоже как бы захотела, захотела, чтобы у меня было высшее образование, но в современном мире, наверное, да, высшее образование не играет такую главную роль, как, например, там было 20 лет назад, да, как там у наших родителей было. Сейчас все-таки больше важно это умение, какие-то навыки и опыт, вот, то есть, если ты что-то хорошо умеешь, тебе не обязательно высшее образование, но все-таки быть подкованным и быть, ну, как бы, иметь знания, это важно, то есть, кто бы что ни говорил, это важно прежде всего для себя, для тебя, вот, потому что это расширяет кругозор и помогает вообще тебе сформировать, наверное, какие-то, не знаю, личные качества, дисциплина есть, вот. То, что есть дисциплина, нужно, там, приходить рано, то есть, нужно выполнять домашние задания, вот. Для меня, наверное, это самое главное, это дисциплина, то есть, я вставала каждый день в 8 утра, вот, и шла в университет, то есть, ну, честно, не могу сказать, что мне что-то дал университет, но я рада, что я, как бы, прошла через это. Да, я сначала хотела быть тренером, но потом поняла, что, наверное, это не совсем серьезная профессия, потом хотела быть музыкантом, потому что я закончила музыкальную школу. В общем, я хотела пойти в музыкальное училище после музыкальной школы, но тоже меня был против папа, потому что он говорил, все музыканты бедные, ты будешь постоянно страдать, то, что у тебя не будет денег. И, в общем, он меня отговорил, и я решила поступать на юрфак. Я сдавала историю, общество знания и думала, что я реально поступлю на юридический и стану юристом. Но жизнь сложилась так, что я поступила на журналистику и связала свою жизнь, получается, с медиа. Это не совсем журналистика, но мне, в принципе, это пригодилось, потому что сейчас я еще занимаюсь актерским, и какие-то элементы мне, предметы даже мне пригодились. Я к бизнесу пришла, у меня свой магазин с одеждой, но пока это онлайн, но мы пытались делать рейлы. У нас был рейл на Красной площади, рядом с Гумом, Никольский пассаж. Но так как это все очень сложно, и сейчас у меня в приоритете все-таки это музыка и актерское кино, поэтому я сейчас этим занимается больше моя подруга, мы с ней вместе ведем этот магазин. Я пришла к этому в 2020 году, когда начался карантин. Я очень хотела сделать свой бренд одежды и просто попробовать. У нас был небольшой первоначальный взнос, где-то 300 тысяч. Мы вместе сложились, закупили ткани, поехали на производство, там разработали лекала и выпустили первую коллекцию, и первая коллекция вся продалась. Хотя у меня тогда была маленькая аудитория, у меня тогда было 200 тысяч подписчиков. Вообще у меня мама, она занималась вещами, у нее был свой магазинчик на рынке с вещами. Я тоже на нее смотрела и хотела так же. И почему именно бизнес, а не отдых? Потому что я с детства понимала, что нужно сначала встать на ноги, добиться чего-то, а потом отдыхать, кайфовать. Хотя я не знаю, откуда я это знала, честно. Но я почему-то думала, что нужно так. И как бы следовала своему сердцу. С сложностями, наверное, финансовые сложности были. То, что у нас не было нормального первоначального взноса, и мы все максимально делали дешево. И очень боялись, что не окупится. И окупалось это где-то полгода, полностью все окупалось. И потом был какой-то момент, что мы этим не занимались, потому что опять же не было денег, средств на это. Потому что свой бизнес это очень затратно. То есть ты должен понимать, что тебе нужно найти стартовый капитал, чтобы начать. И самое главное, это не бояться. И когда ты не боишься, у тебя есть желание, все как-то само появляется. И средства, и силы, и мотивация, и вдохновение. Есть страх, что может произойти то же самое, что произошло с моей мамой. И я очень надеюсь, что у меня будет, как сказать, с теми знаниями, которыми я сейчас, я не ошибусь. Я мечтаю, чтобы у меня был один молодой человек на всю жизнь. И чтобы мой молодой человек не употреблял алкоголь. Чтобы он обо мне заботился. Чтобы у нас была гармония, идиллия, понимание. Наверное, это самое главное для прочной, крепкой семьи. Чтобы вы друг другу доверяли, друг друга понимали, умели общаться друг с другом. И тогда все будет хорошо. Самое главное, это слушать своего молодого человека. И прислушиваться к своей девушке, к своему отношению. Потому что, если вы друг друга не слышите, у вас не может, ну как бы, ваши отношения долго продержаться не смогут. Это максимум три месяца. То есть, вот, три месяца, когда все идеально в отношениях, вы там присматриваетесь, как-то притираетесь друг к другу. А потом вы уже начинаете, ну, как-то более спокойными глазами смотреть на все. И если вы не умеете разговаривать, не умеете общаться, не умеете друг друга слушать, то вам будет очень тяжело. И, скорее всего, отношения просто распадутся. Потому что бывают трудные периоды в отношениях. Ну, как бы, я с ним пока еще не столкнулась. Но я знаю, что бывают, потому что у меня были отношения два года. И я знаю, что они бывают. И самое главное, это вот общаться, в общем, друг с другом. Вот. Наверное, первое, это не потерять себя. Выбирать правильное окружение. Потому что твое окружение, это очень важно. Кто тебя окружает, есть такая поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но я, наверное, я немножко понимаю по-другому. Скажи мне, кто твой друг, и я что-то могу сказать о тебе. Все равно это важно. И слушаться родителей, потому что это так кажется, что родители несут какую-то ерунду. Или они неправы. Они там, они уже устарели, у них устаревшие принципы. Но все-таки родители прожили жизнь, они знают, как лучше. И твой самый близкий друг, это твоя мама. Это правда. Вот. Поэтому и совет не потерять себя. Развиваться, идти к своим целям. И даже если в тебя никто не верит, верить в себя. И не сдаваться. Субтитры создавал DimaTorzok